Добрый день дорогие друзья! Мы начинаем наш шестой урок в понедельной главе Торы Квинхас. Всевышний сказал Маши, что вы не войдете в страну, которую я веду сынов Израиля, потому что вы не верны были мне. При водах Распли в Кадеше в пустыне Цин. Мы с вами говорили об этом, Мириам умирает, колодец, который с нами ходил по пустыне 40 лет, исчез. Очередное испытание, мы не выдержали это испытание. Вместо того, чтобы мы не совсем вышли, мы требуем опять Маши отдать в воду. В общем, кончилось с тем, что Маши не выдержал и что-то не так сделал. Мы не знаем точно что, потому что такое наказание суровое, казалось бы, трудно определить, в чем Маши так виноват. И то ли потому, что он бил по скале, когда Всевышний сказал сказать скале, чтобы дала воду, то ли то, что назвал нас строптивами. Слушать или строптивы не из этой или скалы излечь нам для вас воду, или потому что сказал нам для вас, что как будто он с огородом излечет воду. Мы не знаем, но раз пишет Всевышний, что есть вина, то она, конечно, есть. Нам это, допустим, не все понятно. Всевышний говорит, зайди эту гору, это гора Аварим, гора Нево, и так он уходит. Об этом будем говорить позже. Значит, Всевышний говорит, отвечает на просьбу Маше, чтобы мы не остались как овцы без пастыря. Просит поставить человека. Всевышний говорит, возьми Егошева, человека сильного духом, и он возглавит народ. Маше мог подумать, что нужно поставить своих сыновей, которые мудрецами были намного большими. Они, Гершом и Лизер, были большими мудрецами Торы. Но в чем же заключается заслуга Егошева? Дело в том, что никогда не выходил из шатра. Он учил Тору всегда. Он не отлучался, не отрывался от Торы. И это его огромная заслуга. И поэтому он удостоился возглавить еврейский народ. Здесь не только мудрость нужна, здесь нужна преданность, которой обладал Егошева. Мы видим, он скромный Ошева. Его не зовут Егошева. Как только война, Амалек напал, Маше призывает Егошева. И Егошева сражается с Амалеком. В конечном итоге война была очень страшной, но, пишется, ослабил Егошева Амалека силой меча. Потом опять превратился в Ошева. Учит Тору опять в шатре. Пришло время. Маше просит послать разведчиков. Народ требует с Маше. Маше берет Ошева и говорит. Теперь ты Егошева. Добавляет букву Ют ему. Это буква от имени Сарай. Она стала Сара. Буква Ют. Получается, стала свободная. Маше добавляет эту букву. Не знаю, как там происходит. В общем, становится он опять Егошева. Идет в разведку и выстаивает в разведке. Невзирая ни на что, выставит. Опять он становится Егошева. Пришел опять скромный Ошева. Учит Тору. Учит Тору. Все. Не выходит из шатра. И потом мы смотрим. Опять в конце уже сорокового года. В пустыне. Опять имя Ошева стоит. Егошева. Ошева. То есть, говорит о его величайшей скромности. Наши мудрецы говорят из какой-то комментарии. Нам, конечно, трудно это понять. Что он всего лишь был пятидесятником. Для нас с вами, ну, как он может быть пятидесятником? Если мы смотрим, он возглавляет 603 тысячи 550 человек войска. Он военный министр страны, как минимум. Как он может быть пятидесятником? Скорее всего, этот комментарий говорит о его величайшей скромности. Он был премником Маше. Эта скромность, видно, у него тоже забладала. И мы смотрим еще одну интересную вещь. Всевышний говорит Маше, что Игошева будет спрашивать у Элязара Коина решение у Рим пред Богом. Ну, глобально, если возникают у народа вопросы, такие, как, допустим, идти на войну всему народу, не идти на войну, что нам делать? Это обращаются к Урим. Курим Ветумим называется это. Это мы не знаем, как это выглядит, что это. Это находится в нагруднике первосвященника, на котором 12 драгоценных камней, соответствующих 12 сыновьям Якова, имена стоят. И вот что-то там ложено, как компьютер. Когда спрашивает Элязар Коин у Рим решение, то начинают светиться эти камни. И буквы, на камнях выгромлены все 22 буквы алфавита, святого языка. И вот он складывает эти буквы, и получается ответ Всевышнего, да, нет, идти на войну, не идти. Вот такие вот вещи глобальные. Но почему же называется эта вещь Урим Ветумим, а тут только Урим? И можем себе представить. Значит, Медраж пишет, Урим это вынести приговор, а Ветумим это привести его в исполнение, то есть скрепить печатью. То есть, когда уже скрепено печатью, уже не поменяешь решение. Для Маше не было никаких проблем. Боже Маше, какой бы суровый приговор Всевышний наносил. Он так молился с такой силой, так просил Всевышнего, чтобы Всевышний все прощал нам. Нам прощал он многое, когда мы уже просто переходили все грани, и то он нас жалел. Но Егошев не обладал такой силой. Потому что мы видим, как в книге Егошева он видел ангела, и он с ним разговаривается, он говорит, ты с нами, не с нами. В общем, он соглашается буквально на все, что ангел скажет, он согласен на все. Он полностью, то есть, получается, он просто бы подчинился. Если бы был говорим Ветумим, скрепила печать, он бы просто не смог бы вымолить прощение. И тут Всевышний взял и убрал Ветумим. То есть, по силам его сделал. То есть, по силам Егошева было выстоять без Ветумим. Потому что скрепленный приговор, это Маше вымолить. А Егошев был слабее. Но Всевышний, тем не менее, так же опустился к нему. И он тоже обладал теперь возможностью выпросить прощение для народа. Так это работает. И мы же видим, какие он победы. Он победил 31 кнанейского царя. Он 28 лет воевал, победил 31 кнанейского царя. Прожил он. Сейчас вам скажу. Где-то 110 лет он прожил. Вот так. Как Иосиф. Он говорит, мы знаем, что Калев, когда был в разведке, он говорит, мне было 40 лет. А Егошева, если мы считаем, то ему 42 года было в разведке. Он выставил в разведке. Вот так вот. То есть, достойнейший преемник у нас есть. Егошева, сын Нуна. Вот так вот. И в последствии мы знаем, что он выполнил все четко. И говорил, что он тоже будет выполнять досконально Тору, как Маше, и вел народ, и все было прекрасно с ним. И чудеса Всевышний ему делал. И открывал речку, и Ордан перед ним досуха ее доводил Всевышний. И другие победы невероятные разрушал Ерехон Всевышний. Здесь немалая заслуга поведения Егошева и всего народа. То есть, с Егоша связано очень много хороших побед для нас. Все. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дал за поднятие души моего папы Якова Бенахума, моего дяди Владимира Бен Григория, моего брата Павел Бенахим, Хая Малка Бат Йосим, Мир Бат Аврагам, Роза Бат Михаэль, Самоил Бен Герш, Памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, За здоровье Светлана Бат Клара, Шимон Бен Ицхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Ривка, Полина Перд Бат Сони Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен София, Дворь Бат Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йосим Бен Раиса, Инесса Бат Моэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фира Бат Ана, Геннадий Бен Елена, Леор Бен Клара, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Мазовского, Арнаса Сгула, Ирина Батури, Арон Ария Бен Ури, За хороший дух Арон Ария Бен Двойра, Денис Бен Нахом, Авигаль Бат Сара, Парнаса и Брюд Владимир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем шабад шалом, всем все самого на лучшего, До следующих встреч, делитесь этим видео с друзьями, чтобы все у вас было хорошо, до следующих встреч, до свидания.